Социальный пакет, который мы сейчас озвучили, только связанный с выплатой вознаграждения, составляет около 7 миллиардов евро. Откуда мы эти деньги возьмем? Я хочу привести цифры, которые покажут, что у нас на поверхности вот просто так, 30 миллиардов, я сейчас вам покажу, лежат. Они регулярно тратятся. Возьмем вот такой проект, Азиада, Универсиада, Экспо. Вот на Азиаду по официальным данным потрачено 1 миллиард 650 миллионов долларов. Кому-то эта Азиада нужна? Универсиада, вот официальная цифра, 950 миллион долларов. Экспо, Экспо потрачено 3 миллиарда долларов. Теперь, если вы вспомните любимые развлечения Назарбаева, это Пантеон. Предварительно сумма объявлена, 79 миллиардов тенге, это 250 миллион долларов. Вот в аграрном секторе, в сельскохозяйстве, по программе агрохолдингов потратили порядка 4-6 миллиардов долларов. И эти проекты в свое время были профинансированным государством. А сейчас эти долги выкуплены фондом проблемных кредит, так называемые. То есть, государство, там где в руках государства попадает, считать все каю. Денег нет. Так вот, там потеряно 4-6 миллиарда. Теперь, я хотел бы напомнить о крупных суммах. Казахмыс, частная компания, реально Назарбаеву принадлежит. В конце 2012 года было принято решение, чтобы из бюджета профинансировали частные предприятия Казахмыс. И сумма, которая была перечислена фактически Казахмысу, составляет не менее 3 миллиардов долларов США. Представьте себе, что это предприятие котировалось на лондонской бирже. В год показывал прибыли до 2 миллиардов долларов частные предприятия. И государственный бюджет страны вливает в эту компанию сумму до 3 миллиардов долларов. Это вообще невозможно представить. Это официальные данные. Вот 3 миллиарда ушло на Казахмыс. Дальше. Возьмем так называемый Рум Петров. Казмунайгаз под руководством зятя Назарбаева Тимура Хулебаева всадила в это предприятие свыше 5 миллиардов долларов. Заводы 40-х годов. У нас в Казахстане таких старых заводов даже не было. И это предприятие сейчас даже 500 миллионов долларов не стоит. То есть даже 10%. То есть он сразу как купил больше миллиарда украл. И каждый год крал. И продолжает сейчас крась. Потому что теперь на эти предприятия идут поставки нефти из Казахстана. И конечно вы же понимаете, что там тоже крадутся деньги. Дальше. Частный Казахстан-Местбанк. Принадлежит Назарбаеву. Его номинальный владелец Кенис Ракшев. Взять Маголита Смагометова. Из бюджета страны сейчас 2.4 триллиона тенге тратится. Это 8 миллиард долларов. Частный Кенис Ракшев. В списке Форбса миллиардер. Самолеты, дома по всему миру. Там проституток малолетних за 50 тысяч долларов покупает. И из бюджета страны выплачивается 8 миллиардов долларов. Теперь посмотрите. Посмотрите. У нас в стране около 100 тысяч человек госслужащих. В Японии с населением 120 миллионов всего лишь 9 тысяч. Госслужащих. У нас их 100 тысяч. Из них половина сидит в центральном аппарате в Астане. Вторая половина разбросана по всей стране. Бюджет 2 миллиарда долларов. Итак, я вот все эти суммы перечисляю. И у меня получается минимум 30 миллиардов долларов. Я даже не вспоминаю и не говорю в деталях вот таких проектов, которые регулярно происходят. Ну, например, недавно Борово, как известно, подразделение «Казмонайгаз» государственное потратил 100 миллионов долларов на строительство «Гольф-клуба». Нам «Гольф-клуб» нужен и за счет государственных денег, между прочим. Так вот, получается, что я вот просто так вот на вскидку набрал 30 миллиардов долларов, не задумываясь, просто залез в интернет. Я знаю эти проекты и понимаю, что деньги просто украдены. А сколько у нас денег придется на железной дороге, самой «Казмонайгазе», там еще другие государственные предприятия? Сотни, сотни, сотни миллион долларов. Так вот, вот вам 30 миллиардов. Поэтому что такое 7 миллиардов долларов? Это вообще ничто. 30 миллиардов я вам на пальцах собрал.